Где мёд, там и праздник. Это совсем не намёк на пьянящую медовуху. Влияние этого бесценного продукта на организм человека до конца ещё не изучено. Но, по заверениям людей, бывалых человечества в большом долгу перед пчёлкой-трудяхой. Мёд – это жизнь. Был Чернышов Василий Иванович покойный на нашей академии в Липецке. Он говорит, если не будет пчёл, не будет жизни в земле. Он говорит, у меня брат, значит, молел туберкулёза. Ему он прожил за счёт чего? До 80 тысячам лет. 30 лет назад Иван Шевченко начинал дело с одного улья. Сегодня он не знает им счёту. У Николая Огнева из Берёзовки ульев пока 12. Но в силу пасеки он познал на своём опыте. У ветерана МВД случился инсульт. И своё оперативное выздоровление он начал с организации производства мёда на личном подворье. Сегодня продукции берёзовского пасечника известны далеко за пределами Становлянского района. Евене Колпакова за его колоритный образ сразу же прозвали весёлым пасечником. Профессионал из села Веригина в третьем поколении знает тонкости дела на звук и даёт ответ на любой вопрос. Так мы узнали о силе забруса. Он хорош тем, что в этом забрусе есть воск, прополюс, пыльца. Это хорошо для профилактики зубной полости. У кого-то, например, цинга. Мёд Колпакова пользуется особым спросом. И весёлый пасечник, он же надёжный профессионал, поставляет мёд на местные прилавки в достаточном объёме. Прогласительно около 3,5 тонн. Вместе с огромной популярностью за мёдом хорошо прослеживается его экономическая подоплёка. Поэтому местные власти стараются продвигать столь выгодное дело на более высокий уровень. Пасеки начинаются у нас от малых, от пяти ульёв и кончая ещё 500 ульёв есть. И представьте себе, что объём мёда это очень большой, потому что каждый при хорошем взятке одна пчелосемья даёт бетон мёда. А бетон мёда это около 50 килограмм. Появись на ярмарке Винни-Пух, вот бы обзавидовался. Александр Панов, Роман Авраменко, Липецкое время.